Какие подпольные клички носили Владимир Ленин, его супруга Надежда Крупская и их соратники? Как восприняли в Выборге сообщения о свершившейся революции? Документы и фотографии на новой выставке расскажут о том, что происходило в государстве в 1917 году, что предшествовало этим событиям и какие вызвало последствия. Представлены распоряжения, протоколы заседаний и фотоснимки, запрещенная цензурой революционная литература. Кстати, именно в Выборге активно действовали подпольщики. Через границу тайно переправлялись боеприпасы и нелегальные газеты. Вот так, с воодушевлением, встретили в нашем городе сообщения об отречении царя от престола в пользу Временного правительства. Отдельного внимания заслуживает телеграмма начальника политического управления военного министерства Василия Шера. Мы читаем. 25 октября восстание в Петрограде начало свое действие. Караулами Кольского полка с утра заняты входы в Мариинский дворец, Государственную главную телефонную станцию, Центральную телеграфную станцию, на улицах района ряд караульных постов и баррикады. К Николаевскому мосту подошел большевицкий кресел «Аврора». Тот самый зал «Авроры» ознаменовал окончание эпохи новой эры. Свершилась революция и к власти приходы большевики. Представлены материалы о создании Советов рабочих и солдатских депутатов, Всероссийских съездах, декреты о мире, земле и рабочем контроле, листовки и воззвания, агитационные плакаты. После революции в стране бушевал экономический кризис. Эти события отражены на стенде, посвященном национализации. Первыми были национализированы крупные оборонные заводы, такие как Обуховский завод, Балтийский завод, те заводы, которые пополняли заказы для изготовления какой-то военной продукции. Но впоследствии, под натиском трудящихся масс, мы с вами знаем, что национализировано было все, что принадлежало каким-то частным лицам. Все переходит в руки народа. Действует тот самый закон, декрет о том, что земля крестьянам, а фабрика рабочая. После свершения социалистической революции в стране началась гражданская война. Выборгский гарнизон встал на защиту революционных завоеваний. Было отправлено шелом из Выборгского гарнизона 1900 солдат, из которых 150 было артиллеристов, 6 офицеров. С ними отправлено 400 ящиков патронов, 400 ящиков снарядов, один прожектор, несколько пушек, 4 пушки, по-моему, и 15 человек присутствовало. Вот этот эшелон был отправлен в Петроград. То, что происходило в стране после революции, также отражено в документах и фотографиях. Несмотря на продовольственный кризис, нестабильное положение и эпидемии, родилось новое государство. И в конце 1922 года был официально образован Союз Советских Социалистических Республик. Выставка, посвященная столетию революции, будет работать в областном архиве до середины декабря. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город».